Всем здравствуйте! Сегодня мы приготовим шоколадно-банановый торт с творожным суфле. Называется торт Норка Крота и для его приготовления нам понадобится для теста 200 грамм муки, 150 миллилитров молока, 100 грамм сахара, 2 яйца, какао-порошок, разрыхлитель теста и немного растительного масла. Для приготовления суфле нам понадобится 300 грамм творога, 100 грамм сахара, 250 миллиграмм молока и 10 грамм желатина. Также для приготовления торта нам понадобится 4-5 бананов. Для начала нам нужно испечь порш для торта. Ставим разогреваться в духовку до 180 градусов. Пока разогревается духовка, приготовим тесто. В глубокую посуду выливаем 2 яйца, добавляем 100 грамм сахара и слегка взбиваем яйца с сахаром. Когда яичная масса побелеет, добавляем молоко. Напомню, что молока у нас было 150 миллилитров. Добавляем 2 столовых ложки какао. Добавляем 200 грамм муки. Хорошенечко все перемешиваем до однородного состояния. Теперь добавляем в тесто 2 столовых ложки растительного масла. Две чайных ложечки разрыхлителя. И еще раз хорошенько все перемешиваем. Тесто должно получиться такой вот сметанообразной консистенцией. Готовое тесто перекладываем в формочку, смазанную растительным маслом. Я буду выпекать корж в металлической форме, диаметр формы 24 сантиметра. Тесто разравниваем. К этому моменту духовка разогрелась. Напомню, что духовку мы разогревали до 180 градусов. Отправляем наш корж на выпечку. Выпекать его будем до готовности. Готовность коржа проверяем на сухую лучинку. Время приготовления зависит от возможностей Вашей духовки. Пролетело 15 минут. Именно столько готовился корж в моей духовке. Проверяем его на сухую лучинку. Палочка чистая, значит корж полностью пропекся. Теперь нужно дать коржу полностью остыть. Пока остывает корж, займется приготовлением суфле. Напомню, что для приготовления суфле нам понадобится 250 грамм молока. В молоко добавляем 10 грамм желатина. И оставляем его минут на 30-40 для набухания. Через полчаса, когда желатин хорошенечко набухнет, выливаем молоко в кастрюлю и ставим кастрюльку на плиту. Постоянно помешивая, нагреваем молоко до полного растворения желатина. Кипятить молоко не нужно. Когда желатин полностью растворится, снимаем кастрюлю с плиты и даем молоко немного остыть. Пока остывает молоко, подготовим творог. Для того, чтобы творог был более мягким, я протираю его через сито. В творожок насыпаем сахар. Хорошенечко все это перетираем. В творог с сахаром добавляем приостывшее молоко с желатином. И хорошенечко все взбиваем. Смесь для суфле готова. Займемся подготовкой коржа. К этому времени корж у нас полностью уже остыл. Достаем его из формочки. И теперь нам нужно из коржа подготовить корзиночку. Оставляем стенки толщиной примерно полтора-два сантиметра по бокам. Вынимаем мякиш из коржа. Также оставляем донышко толщиной примерно полтора-два сантиметра. В получившуюся корзинку укладываем очищенные бананы. Бананы заливаем суфле. Из мякушки, которую мы вытащили из серединки коржа, делаем крошку. Крошку выкладываем сверху на торт горкой. Прижимаем руками. Ну вот и все, наш торт готов. Осталось только на несколько часов поставить его в холодильник для того, чтобы застыло суфле. После того, как торт остынет и настоится, можно подавать его к столу. Я надеюсь, что вам понравится торт Нурка Крота. А у меня на этом все. Всем приятного чаепития и пока-пока! Небольшое дополнение для тех, кто привык досматривать видео до конца. Торт у меня простоял ночь в холодильнике. И вот так он выглядит на разрезе.